Всем привет! Совсем недавно компания Huawei в рамках своей презентации официально анонсировала отличные умные часы Watch 3 и Watch 3 Pro. Стоит отметить, что это первые умные часы на фирменной операционной системе Harmonia OS. Операционная система предлагает пользователям плавную анимацию без подтормаживаний, удобный интерфейс и анимированные иконки настройки и приложений. Часы Huawei Watch 3 в версиях Active и Classic размером 46 мм могут похвастаться стальным корпусом, стеклом Gorilla Glass и пластиковым или кожаным ремешком. Стоят они одинаково, а вот часы Huawei Watch 3 Pro в версии Classic размером 49 мм получили, подумать, только титановый корпус, а также сапфировое стекло и кожаный ремешок. И вот совсем недавно компания Huawei выпустила значительное долгожданное обновление под названием Harmonia OS 2.0 для умных часов. Тут мы получили очень много интересных, а также самое главное необычных изменений в функционале гаджетов. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, версия прошивки имеет название Harmonia OS 2.0.0.188. Стоит отметить, что ее размер составляет целых 239 мегабайт. И это не просто очередное исправление ошибок. Она приносит умным часам ряд новых функций. Первое, что хочется отметить, это то, что мы получили поддержку ответов на смс. Функционал может похвастаться как заготовленными ответами, типа ок, спасибо, да, нет и прочими, так и поддержкой эмоджи и смайлов. Также, что немаловажно, в наше непростое коронавирусное время имеется функция определения и напоминания мытья рук, чтобы предотвратить распространение болезней. От себя скажу, что не забывайте, что нужно мыть руки минимум 20 секунд. Тогда все микробы уйдут. Также мы можем подъемом на руки увеличить яркость экрана. И на мой взгляд, самое интересное нововведение является возможность использовать платные циферблаты бесплатно в течение 5 минут. А это дико удобно, ведь вы сразу же поймете, стоит ли тратить свои деньги на той или иной циферблат, а не купить бесполезный циферблат, а потом тихо плакать в сторонке. Также расширилась поддержка форматов музыки, которые можно импортировать со смартфона на часы и так далее. Но есть одно но. На данный момент обновление гармония OS 2.0.0188 доступно только для пользователей Поднебесной, то есть в Китае. В ближайшее время ожидается выход и в других регионах. Когда Россия и Беларусь получат обновление, информации на данный момент, к сожалению, нет. Напоминаю, что часы Huawei Watch 3 получились действительно революционные для данной компании. Обе модели получили сенсорный AMOLED-экран, который прикрыт защитным стеклом. Часы Watch 3 доступны в единственном размере, с экраном 1,43 дюйма разрешения 466 на 466, что дает нам 326 точек на дюйм. Дисплей полностью круглый, без мертвых зон. Стекло красиво закруглено гранем 2.5D. Есть и режим с автоматической регулировкой яркости. По датчику освещенности с настраиваемым уровнем яркости в текущих условиях. Цветовая температура белого и серого поля равна примерно 7800. Отклонение от спектра абсолютно черного тела порядка 4 единиц. Как я и говорил ранее, операционная система Гармония ОС предлагает пользователям плавную анимацию, без подтормаживания, удобный интерфейс и анимированные иконки настройки и приложений. Также имеется встроенная карта E7 4G, которая позволяет совершать звонки без использования смартфона. Когда часы на связи со смартфоном, то и звонить они будут через смартфон. Своим собственным сотовым модулем Watch 3 воспользуется только если потеряют соединение с базой. Вероятно, такая схема выбрана для экономии заряда. Но все равно это отличное решение в 2021 году. Часы оснащаются функцией отслеживания уровня кислорода в крови и сердечного ритма. Есть и пачка спортивных режимов. Кроме того, в наличии имеется функция обнаружения, падения, автоматический экстримный вызов на случай чрезвычайных ситуаций и так далее. То есть для пожилых людей это самое то. А также для спортсменов, чтобы, не дай бог, вы не упали во время тренировки. Также большим плюсом является поддержка беспроводной зарядки. Что немаловажно, имеется широкий выбор тренировок. Здесь есть и лыжи, и ходьба на лыжах, и сноутборд, и велосипед, и плавание в водоеме. В общей сложности в стандартном наборе 20 тренировок. Причем одна из них курсы бега, где представлено 13 вариантов. Однако если нажать на настроить, и мы увидим меню, где представлены еще десятки видов спорта. Суммарно получается более 100 режимов. То есть даже очень требовательный пользователь останется довольным. При включенных биометрических датчиках, пульс, кислород в крови, с Wi-Fi и активной E7, а также с умеренным количеством поступающих уведомлений, гаджет работает примерно 2 дня. И это, честно говоря, огорчает. Ведь всегда часы данной компании показывали отличные результаты в плане автономности. Если же мы воспользуемся тренировками, активирующими GPS, телефонными звонками и какими-то сторонними приложениями, то результат уже будет полтора дня. Тут же решайте сами. Получается, что по автономности данное решение не может предоставить нам восхитительные результаты. Но стоит отметить, что в целом часы Huawei Watch 3 прекрасный выбор для спорта и походов. Помимо перечисленного здесь есть барометр, компас. Так что по части оснащенности они сравнимы с профессиональными спортивными моделями. Пользователям предложены силиконовые кожаные и металлические ремешки. В Китае за базовую версию просят 410 долларов, а за Watch 3 Pro 515 долларов. За ремешки просят 31 доллар и выше. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Huawei идет очень и очень хорошей дорожкой. То есть мы должны понимать, что сейчас, например, у меня недавно были часы Huawei Watch GT 2 на 42 мм, а также на 46 мм, и они получились очень неплохими. Но самое главное, что мы там получали примерно плюс-минус 14 дней работы. То тут мы видим результат не такой хороший, но, на мой взгляд, уже компания Huawei должна конкурировать с такими гигантами, как Apple. Но Huawei Watch 3 действительно заслуживает внимания. Да, вы должны понимать, что вы будете заряжать их примерно плюс-минус раза в два дня, но все же мы получаем очень много интересных решений. Конечно же, самое лучшее решение это поддержка eSIM, потому что все на высшем уровне. Вам не нужно вставлять туда SIM-карту или так далее. Вы просто подключили виртуальную карту и используете часы как смартфон. Тем более, все работает, все на высшем уровне. Для спортсменов имеются все полностью датчики, которые вы только можете себе придумать. Ну, кроме каких-то экзотических. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!